Баски, я тату. Всем привет, с вами Елена Баски и сегодня мы поговорим с вами о том, как же стать тату-мастером. Пожалуй, это самый популярный вопрос, который мне задают в последнее время. Постараюсь, как всегда, все разложить по полочкам и рассказать вам разные варианты. Ну, во-первых, татуировка это ремесло. Это значит способность мастерски выполнять ручную работу, основываясь на знаниях и опыте работника. Мы с вами к этому еще вернемся. Вы удивитесь, но в древности не было ни интернета, ни книг, поэтому знания передавались от отца к сыну, от матери к дочери, либо детей отдавали в подмастерье, которые как минимум первые десяток лет находились просто на побегушках и на подхвате. В принципе, по такой же схеме происходило обучение в Японии и называлось оно учидэши. Обычно ученики жили со своими наставниками и срок обучения составлял 5 лет. После пятилетней подготовки ученики уже работали независимо от своих наставников, но отдавали часть своего заработка в первый год работы после. Этот год являлся своего рода служением, во время которого ученики выражали благодарность мастеру за то, что он их обучил. Эта благодарность называлась орибоку. Обычно, кстати, мастера предупреждали об этом условии. 5 лет учишься, 12 месяцев служишь. Обычно. Вот что об этом обучении говорил сам Хорихиде, первопроходец, который принес японскую тудровку американским своим коллегам. Ну, так говорят. Буду читать, потому что это прямая речь. Я ночевал в мастерской у своего наставника весь период обучения. Мое желание стать профи было настолько велико, причем как можно скорее. Глубокой ночью я подбирал иглы из арсенала моего наставника. Усаживался, скрещивая ноги и вспоминая, как он это делает. Пробовал наносить себе тату на бедренную часть ноги без чернил. Сегодняшняя молодежь не представляет себе, насколько насыщенными были тренировки. Я вставал в 5 утра и начинал с уборки всего дома, как внутри, так и снаружи. Затем я мыл полы. Зимой руки так замерзали от холодной воды, что покрывались цыпкой, а пальцы раздувались. Потом я усаживался впереди мастера на пару часов, чтобы запоминать мастерское движение рук наставника. Он мне напоминал, я не собираюсь проводить тебе лекции, перенимай навыки техники, наблюдая за мной. В перерывах, отведенных для приема пищи, я получал по одной порции супа, а на второе – одну пиалу риса. В то время мне было 19, и я постоянно голодал. Для меня это был серьезный жизненный опыт. Иногда наставник на меня кричал и даже доходило до рукоприкладства. Требовалось много терпения, чтобы пережить обращение такого рода. Многие ученики бросали обучение и уходили от своих преподавателей именно из-за жестокого обращения. Периодами он оттоваривал подзатыльники без какой-либо на то причины. Впоследствии, когда и я обрел навыки, я все же нашел объяснение его поведению. Он бил меня, заставляя задействовать максимум моих возможностей. Как я его ненавидел во время обучения, а сейчас, оглядываясь назад, мне стыдно, что я мог испытывать такие чувства по отношению к нему. Я думаю, не мне одной все это напомнило фильм «Малыш каратист», ну и тому подобное. Нам это все представлено как комедия, но на самом деле тогда это, кстати, у Битвилла тоже там такое что-то было. На самом деле это была классическая школа обучения для мастеров любых ремесел, и не только в Японии. Возможно, это стокгольмский синдром, но, видя практику, возможно, некоторым свой эгоцентризм стоит пошатать, чтобы стать хорошим мастером. Помимо всего, для того, чтобы научиться рисовать хотя бы пион, мастер заставлял перерисовывать один и тот же пион на протяжении как минимум месяца. И только тогда, когда ученик мог нарисовать этот пион закрытыми глазами, только тогда ему разрешалось нарисовать свой собственный пион. Считалось, что татуировщики, не прошедшие столь сложный путь обучения, просто не могли знать реального значения татуировок. Речь, конечно, про символизм и мифологию традиционной японской татуировки. Кстати, по поводу мифологии можно сделать отдельный гигантский недельный выпуск, и то всего не поместится. Ну, в следующий раз об этом. Давайте перенесемся ближе к нынешним временам и назовем эту школу обучения американское традиционное. Словно. Давайте представим вместе. В салон приходит парень и просит его обучить. Тогда мастера его выставляют со словами, что он еще не готов. Он, как в фильме «Бойцовский клуб под дождем, где на иношно ждет, пока его пропустят через, так сказать, порог. И он удостоится чести. Стать хелпером». На самом деле мастера салона таким образом просто проверяют твою готовность обучаться. Готов ли ты жертвовать чем-то своим неудобством или там временем. Готов ли ты любить татуировку, так как любят ее они. Если человек прошел такую проверку, то ему разрешают стать хелпером, по аналогии с японской системой. Но не так жестко, возможно без рукоприкладства. Хелпер это тот человек, который выполняет в салоне всю грязную работу. Ну что-то типа админа, но еще он стерилизует, убирает столы, готовит столы перед рабочим днем. В общем, такой мальчик на побегушках, шестерка, как там назвать-то. Что же он получает за это? Он получает уникальный шанс быть в гуще событий. Он может наблюдать, как работают мастера, как они паяют иглы, как они делают татуировки, как они рисуют. Получать какие-то советы, подслушивать советы. В общем, практиковаться и наблюдать-наблюдать. Потому что это самое главное, как мы знаем уже, из японской системы. Когда он хоть что-то уже начинает понимать, ему разрешают потихоньку делать первые работки на бананах, на курицах, на искусственной коже. Это в современном мире. Тогда выбора нет, все работали на своей коже. Поэтому так много классных, хороших мастеров с запортаченными руками, ногами. На ком же тренироваться-то было? Линолеум это не было. Спустя еще какое-то время он получал возможность татуировать своих клиентов ночью. Но ни в коем случае ему нельзя было упоминать, в каком салоне это было сделано. Потому что статус работника салона надо было заслужить. Это как награда. В общем, мелкими шагами наш юный падаван становился мастером. Перенесемся в современную рашку. И скорее всего такое есть и в других странах мира. Но я буду говорить про нашу страну, потому что я в курсе, что здесь происходит. В России тату-мастерство появилось достаточно поздно. И очень долго раскачивалось. Потому что не было практически никакой информации. И мастерам приходилось просто попу рвать и узнавать, как же им обучиться хоть каким-то навыкам. Они писали мастерам письма. Прямо ручкой на бумажке. И отправляли, не поверите. Это были в те времена, когда еще ни интернета не было толком, ни каких-то телефонных связей. Переводили какие-то журналы. В общем, проделали гигантскую работу. Кстати, для многих будет удивление, но в то время для того, чтобы начать использовать иглу, ее надо было сначала спаять. И потом еще понять, почему у тебя искрит машинка. И почему блок питания прыгает и напряжение. И почему все идет к чертям. В общем, очень нервная работенка. А к чему я все это? А к тому, что мастера очень тщательно выбирали, кому давать эту информацию, а кому нет. Потому что кому-то она давалась действительно тяжело. И разбазаривать ее куда попало, ну, совершенно не хотелось. Их можно понять. Несмотря на все сложности, лично я очень ценю эти времена. Потому что столкнувшись с таким количеством трудностей и преодолев их, не возникает никаких вопросов, когда во время работы сюрпризы у нас случаются иногда. И старые мастера, не дернув брови, просто решают проблему и продолжают татуировать. Что же произошло потом? Потом появился бизнес. Это как хорошо, так и плохо. Конечно, возможность не терять сутки на пайку Eagle очень сильно прельщает. Есть еще всякие пены, картриджи, трансфер машины и специальные гели. Все это вообще просто прелестно. Даже есть начальный старт-пак уже готового оборудования для тех, кто вообще думать не хочет. Но это также является и проблемой, потому что думать все-таки надо. Из-за того, что появилось настолько доступное оборудование, а старые мастера все так же остались закрытыми, появилось огромное количество тату-школ, которые обучают татуировки за два дня. Просто вслушайтесь. Там пять лет, здесь два дня. Как-то... Ну хорошо, допустим, это ускоренный вариант. Но есть еще вариант от бизнесменов Сияруси, которые скупают просроченную краску, и через 36 часов вы уже тату-мастер. Допустим, 36 часов, это одно занятие длится 6 часов. 36 на 6 делим, это значит за 6 занятий вы становитесь тату-мастером и идете заражать людей гепатитом. А почему? Потому что я уже кучу раз переучивала людей из разных таких тату-школ, которые непонятно откуда взялись, и они даже не знают, что такое сухожар, что такое автоклав, что такое асептик, антисептик вообще. Зачем это действительно надо? Еще интересный момент, что эти занятия ведут мастера, которые сами окончили обучение полтора-два месяца назад. Просто не буду это комментировать. Вы спросите, кто же идет на такие курсы? 50% идут те, кто решил в промежутке между бисероплетением и продвижением своего инстаграм-аккаунта посетить курсы по тату-мастерству. И, как правило, 98% этих людей бросают татуировку после того, как они сделали 2-3 портака своим каким-то родным, кто-то после 10-ти, но суть в том, что бросают. Очень мало людей, кто влюбляются в профессию и стараются идти дальше. Я думаю, это происходит потому, что они сами еще не определились в жизни, кем они вообще хотят стать и куда они идут. Но это в отдельный выпуск. Другие 50% идут туда из-за агрессивного СММ, из-за того, что старые мастера остаются очень закрытыми, и они просто идут туда, где учат. А потом они разочаровываются в людях, а возможно даже в татуировке. Конечно, самые стрессоустойчивые продолжают переучиваться, ходят на какие-то дополнительные мастер-классы, или идут на конвенции и смотрят, смотрят, смотрят YouTube, переводят с английского видео, в общем, кто еще тот найдет. Но время на там они свое потеряли. Немного денег. А может, не немного. И не денег. Честь свою не потеряйте, ребята. Ну да ладно, тут я подобралась к теме моего обучения. Если вам интересно, как обучалась сама я и мой какой-то творческий путь, обязательно напишите мне в комментариях. Я запишу отдельное видео, не думаю, что стоит мешать все в кучу в этом. Слышала я тут в комментариях свой адрес, что обучают только те мастера, у которых нет работы. Но те мои клиенты, кто видит эту запись, знают, что запись у меня надолгая, и поэтому мне приходится обучение планировать примерно за год. Я ставлю себе в расписание, что в это время у меня будет группа. Я набираю всего 3-4 человека раз в 2 года, потому что у меня нет цели собрать армию татуировщиков и захватить правительство. Я просто хочу передать те знания, которые есть у меня, и поставить руку людям, которые хотят делать качественные и классные татуировки. Это очень важный момент с постановкой руки, потому что мастер, который вас обучает, должен как коршун сидеть над вашей спиной и каждый момент говорить медленнее, быстрее, глубже, не глубже. Короче, он должен ставить руку, угол не тот, он должен следить за вашей скоростью, за вашей даже комплекцией. Все это влияет и на выбор машинки, и на выбор игол, и даже на выбор пигмента. И когда мне в директ присылают Лена, а какими пигментами пользуетесь вы, или там посоветуйте машинку, я не могу посоветовать машинку, если я не увижу, как человек рисует карандашом на бумаге. Только от этого будет зависеть, там, условно, какую машинку я буду советовать. И, кстати, во время обучения мы пробуем где-то 4-5 разных производителей машинок, чтобы понять и по весу, и по рукам. Бывают большие ладошки, бывают маленькие. Все это очень важно, ребята. Это должен ваш обучающий мастер, ваш наставник вам говорить. Теперь, почему у меня в группе 3-4 человека? Все потому, что мы можем разбирать в 3-4 раза больше материала одновременно. А это значит в 3-4 раза больше ошибок, местоположение, расположение на теле, как переводить трансфер. Я не учу ребят конкурировать, я учу их помогать друг другу, потому что я искренне верю, что нам делить нечего. И у каждого мастера будет свой клиент. Несмотря на то, что тату индустрия не всегда такая радужная, как себе все представляют, ну на самом деле, какая конкуренция, ребята, вы че? Маленькая пометочка. Я ни в коем случае не призываю вас бежать учиться ко мне. Я не собираюсь набирать группу в ближайшее время. У меня сейчас есть мои маленькие подаванчики, которых я и глажу, и наказываю, и глажу, и наказываю. Я просто говорю вам для того, чтобы когда вы искали своего наставника, вы обратили внимание на маленькие детали. Следит он за вами, или он только лекции читает, теории. Он должен прям непосредственно участвовать в процессе. И жестко вам говорить, а потом мягко. Он должен переживать за вас. Тогда обучение пройдет не зря. Пришло время подвести итог всего того, что я вам сейчас рассказала. Как же стать тату-мастером? Для начала подумайте 200 раз, готовы ли вы связать свою жизнь со всем этим? Нужно ли вам это? Потому что во время обучения первые люди в любом случае будут ходить с не очень ровными татуировками. Хотя, конечно, наставники нормальные правят и так далее. Но люди будут с этим жить. Если вы собираетесь бросать через неделю, то не надо вообще в это ввязываться. Люди, придется вам работать с людьми. Очень много классных и добрых людей. Но также много вообще неуравновешенных и неадекватных. Вам тоже придется с ними как-то коммуницировать. И вообще, готовы ли вы делать людям больно? Готовы ли вы много читать? Не поверите, но это полезно как для мозга, так и для творчества. Если вы будете просто копировать картинки людей, которые они вам приносят, то поздравляю в Xerox. Готовы ли вы жертвовать здоровьем? Глаза, спина, все болит, ничего не помогает. Готовы ли вы сильно вкладываться в профессию, которая в первое время не будет вам приносить золотые горы, как обещают СММ всякие рекламы? Обучись на татуировщика. Если на все эти вопросы вы ответили положительно, то поздравляю, у вас есть шанс. Во-первых, не спешите. Не бегите в первую попавшуюся школу. Изучите стили, изучите мастеров. Выберите того самого. И проситесь, проситесь в падаваны. Кто-то из крупных мастеров не дает обучения с нуля. Они дают только мастер-классы. Тогда вам нужно будет подобрать мастера, кто даст вам мощный фундамент. Именно мощные. Все навыки, техники, кожу, стерильность. Прям от и до. Чтобы на мастер-класс к звезде вы уже шли прям вух, подготовленные. Но самое главное, как бы банально это ни звучало, все зависит только от вас. От вашей готовности и стремления добывать знания, просто вот выдероя, выдероя из вашего доставника. Тренируйте руку бесконечно, постоянно. Садитесь в метро и рисуйте прямые линии. Будем думать, что это имитация дышащего человека, который страдает. Вам нужно их идеально вести, понимаете, в любых ситуациях. Даже после того, как вы попробовали сделать свою первую татуировку на человеке, продолжайте тренироваться на ковриках, на бананах, на линолеуме. Татуируйте все, что видите. Вы должны просто не замечать тату-машинку в руке. Рука должна не затекать, не болеть, ничего не должно. Просто вы берете и такой вообще говно вопрос. Читайте, слушайте, смотрите интервью совершенно разных мастеров. Смотрите онлайн-мастер-классы. Понятное дело, что каждый работает по-разному. Я даже знаю одного очень хорошего топового мастера, который на высоком уровне. Он поехал на мастер-класс к Валентине Рябовой. И он сказал, она очень круто делает. Я вообще просто очень вдохновился. Я буду работать по-старому. Но для того, чтобы получить вот эту крупицу информации и как-то напитаться, он не пожалел, заплатил денег, съездил и обучился чему-то новому. Почему нет? В общем, у вас есть шанс перепробовать все. Все-таки в свободном обществе живем, товарищи. Бывает лень просто. Вот лень, убивайте на корню. Все как в жизни, без труда не вытащишь и рыбку из пруда. У нас есть интернет-товарищи. Это огромный ресурс. Если вы что-то не можете найти на русскоязычных сайтах, берите переводчика. Есть гугл-переводчик, какой угодно переводчик. Переводите американские, английские, какие угодно статьи татуировщиков, кто вам нравится, и впитывайте, впитывайте. Умоляю. А с вами была Елена Баски. Не забывайте подписываться на мой канал, если вам интересно то, что я делаю. Лайки там, колокольчики.